Новый дизайн, удобный формат, актуальные новости. Будьте с нами в центре событий. 6 мая в третью пасхальную неделю прихожане храма великомученика Георгия Победоносца впервые отметили престольный праздник. Святой великомученик Георгий считается покровителем и защитником воинов. Знаменательное то, что в день памяти святого в 45-м был подписан акт о капитуляции фашистской Германии. Изображение всадника, поражающего копьем змея, стало гербом Москвы и эмблемой российского государства. Георгий Победоносец как символ победы добра над злом. Несмотря на будний день, храм был заполнен молящимися. На праздничное богослужение во главе с благочинным Сургута из Сургутского района отцом Владиславом Брониковым приехали священники из других храмов города. После Таинства Причастия верующие с песнопениями и под колокольный перезвон обошли храм крестным ходом. Господу помолимся всем всем. Христос воскресе! Боись в его воскресе! Господу помолимся всем всем. Святые великомученичьи Победоносцы Георгия, моли Бога нас! Завершилась служба награждением старосты храма Владимира Петрова, благодарственным письмом епископа Ханты-Мансийского и Сургутского Павла. От этого святого надо взять, прежде всего, то умение любить, которым он, собственно, и прославился. Потому что, как сказал Господь, нет больше той любви, если кто душу свою положит за ближнего своего. Мало того, что он как воин прославился, храбрый воин, верный воин, Георгий Победоносец прославился, и как дивный христианин, когда его просили отречься от Христа, он и вел великую любовь ко Христу, и не отрекся от своей веры. На площади перед храмом был накрыт стол. Прихожан угощали кашей, чаем и освященными куличами. Анна Максимова, Сергей Колотов, Сургут, Интерновости. Еще больше интересного, любопытного, важного. И еще больше вашего доверия. Вашего доверия.